Первое занятие этого курса. Сегодня мы поговорим об участии в процессе рекрутинга PeoplePartner. Ну и также расскажу, кто же это такой PeoplePartner. Должность достаточно новая, хотя уже получает распространение, есть у нее альтернативы. Поэтому надеюсь, что сегодня у всех будет понимание, кто это и что это. Сайт курса здесь у нас будет в презентации. Саму презентацию я скину после занятия в чат MikePretual Academy в Telegram. Если вы еще не в Telegram, можете зайти в Telegram, найти чат Академии, MikePretual Academy, добавиться и увидите презентацию после занятия. Это наше первое занятие курса. Всего на курсе предусмотрено 10 занятий, где мы проходим все основные моменты работы PeoplePartner в организации. Если с кем-то мы не знакомы, меня зовут MikePretual, я работал в Альфа-банке, Starlight Media, Wargaming, Preply, Ideas и сейчас основал и преподаю в MikePretual. В работе использую и полагаюсь на лучшие мировые практики, слежу за исследованиями, отчетами всевозможными и делюсь со своими студентами. Буду благодарен и рад нашему с вами знакомству. Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы слушаете ваш город, должность и компания. И заодно мы посмотрим. Вот особое внимание тем, кто уже работает на должности PeoplePartner. Можете так прям смело написать с капслоком PeoplePartner компании такой-то. Поэтому давайте представимся, напишите, пожалуйста, в чате город, должность и компанию. Те, кто смотрит в Фейсбуке, если вам несложно, нажмите нажать вечеринку Start Watch Party, чтобы ваши знакомые тоже увидели этот вебинар. Он бесплатный, а поэтому интересный и полезный всем. Или вы можете просто нажать репост, кнопочку, чтобы поделиться. Так, ну и жду вашу информацию. Social Tech HR, Ереван, менеджер по корпоративной культуре, Rockbite Games, Кременчук, PeoplePartner, о, ура, у нас есть PeoplePartner первый, AltexSoft, Харьков HR, дженералист компании Business Process Technologies, Перим, руководитель отдела развития персонала PramaTG, Самарканд, главный специалист отдела по работе с персоналом Capital Bank, всем привет, я HR, компания SoftTech, Минск, Киев, People Operations Manager, Binary Studio, Киев HRD, Марина, вижу, написала в этом, Днепр, PeoplePartner, Постер, отлично, второй PeoplePartner сегодня, Добрый вечер, Ташкент, HR, директор Capital Bank, ось, Capital Bank у нас вот уже два человека, но из разных городов, Киев HR работала в 1 плюс 1, была рекрутером и HRBP в небольшом подразделении, здорово, вот, хорошо, ну, как вы видите, PeoplePartner даже в этом чате уже два человека, то есть должность действительно такая популярная, интересная, сегодня мы постараемся в ней побольше разобраться. Те, кто на курсе, вам предстоит выполнять домашнее задание, за которое вы получите диплом. А вот еще у нас третий PeoplePartner, Кристина, Одесса, компания NERD, здорово, прям круто. У меня в компании, в Ideals тоже был PeoplePartner, и в Preply был PeoplePartner, ну, про там эта должность по-другому называлась, и в Wargaming были PeoplePartner, но там тоже должность по-другому называлась. И можно сказать, что на телеканале СТБ был должность рекрутера в чем-то совмещенной с PeoplePartner, вот, поэтому с такой ролью я давно знаком и считаю ее крайне важной. Даже курс называется на сайте «Самый главный человек компании». Так, еще у нас тут Харьков, украинские ветеринарные технологии, начинающие HR. Круто! Спасибо, друзья, за то, что вы написали. Приятно было почитать, с вами поближе познакомиться. Новые компании, я сегодня увидел, новые должности. Ранее на других вебинарах некоторые из вас не участвовали. Хорошо, программа нашего сегодняшнего занятия. Мы начнем с того, что поговорим о том, кто такой или такая PeoplePartner и основные моменты, связанные с рекрутингом этой роли. Поговорим, потому что эта роль, она вовлечена во многие процессы HR. Так, еще у нас Минск HR-менеджер, белорусский портал Тутбай. Да, знаем, какой портал, конечно же. Вот, хорошо. Итак, PeoplePartner. Так, а что у меня тут съехала схема при сохранении? Окей, в общем-то, у нас есть такая вот карта, возможно, вы ее даже уже видели ранее, опубликованная на сайте Академии. В этой карте есть информация о том, какие основные должности существуют в HR и основные траектории развития. И в этой карте, конечно же, есть наш PeoplePartner, человек, который отвечает. А вот за что он отвечает, мы сегодня поговорим. Давайте я вам покажу вот так вот, в таком виде эту карту. Что-то при сохранении в PDF она не так сохранилась. Вот. То есть, есть ветка, как вы видите, Happiness Manager, PeoplePartner, HR BusinessPartner. Зеленая ветка метро нашего. Здесь, кстати, внизу будет ссылка на саму статью и саму карту. Если вдруг, ну, вдруг вы еще не изучали эту карту, я рекомендую вам ее посмотреть. Значит, в этой статье, где есть карта, давайте, наверное, сюда в час брошу, вдруг кто-то параллельно захочет открыть. В этой статье есть много HR-должностей, всего их тут 40 штук. И есть те компетенции, которые HR-должность должна знать. Тут у нас есть PeoplePartner, соответственно, вы можете отфильтровать по списку. Только для того, чтобы работать с этим файлом, вам нужно создать будет копию. Вот. И здесь есть все компетенции, которые нужны на должности PeoplePartner. А на отдельной вкладке есть инструмент для оценки компетенций. Поэтому каждый из вас при желании может себя оценить. Супер подробно, супер детально, как с этим файлом работать, что это такое и так далее, описано в статье. Ссылку на которую я скинул сейчас вот в чат в Zoom. Идем дальше. Значит, кто же такой PeoplePartner в компании? Если мы обратимся к такой модели популярного построения HR-департамента в относительно крупной компании, то мы увидим HR-директора. Это вот один человек, который управляет HR-командой. HR-команда представлена руководителями разных направлений. Обучение, развитие, рекрутинку, компенсации льготы, коммуникации и так далее. Дальше у нас есть HR-бизнес-партнеры, которые работают тесно с бизнесом. PeoplePartner — это роль, которая находится немного в стороне. Объясню, как она работает. Есть разные подходы построения этой доли должности в разных компаниях. Я расскажу несколько моделей, а вы скажете, какая у вас. Давайте сделаем просто. Если то, что я описываю, касается вашей модели, ставьте плюс. Первая модель, как это было, например, в компании Wargaming. У нас были HR-директоры, были центральные HR-сервисы и были HR-бизнес-партнеры, которые работали каждый со своим подразделениям бизнеса. Но роль HR-бизнес-партнера, она больше по взаимодействию с линейным руководителем, то есть, собственно говоря, руководителем бизнеса или с несколькими. А вот PeoplePartner — это был человек, который работал с рядовыми сотрудниками. Их было много. Единственное, что там эта должность называлась HR-менеджер, но по своей сути это был PeoplePartner. Он занимался адаптацией сотрудника, то есть, когда сотрудник выходил на работу, этот человек сопровождал процесс выхода на работу. Занимался всеми перформанс-ревью, всеми активностями области обучения и развития, участвовал в собеседованиях кандидатов на открытые позиции. Всякими вопросами, каких-то моментов, нюансов рабочих, конфликтов, вопросы вознаграждения и так далее решал PeoplePartner. HR-бизнес-партнер, соответственно, работал больше с менеджментом, PeoplePartner — с сотрудниками. Это первая модель, когда PeoplePartner в подчинении о HR-бизнес-партнеров. Если кто-то из вас работает в такой модели, поставьте плюс. Вторая модель — это когда компания поменьше, там и нет HR-бизнес-партнеров, такая модель у меня была в Ideals. Там есть просто HR-директор, есть сотрудники отдела рекрутинга, отдела обучения, развития и другие отделы. И есть просто PeoplePartner, который подчиняется HR-директору, задача которого опять же адаптация, задача которого регулярные встречи с сотрудниками в формате one-on-one для выявления возможных проблем, рисков в работе, рисков в удержании и решения разных небольших вопросов. Также это общение, донесение какой-то информации индивидуальной, это переводы людей, пересадки людей, то есть офисные такие вопросы, кого куда посадить, у кого какая проблема. Также это вопросы с бенефитами, то есть кому какой бенефит, кому какой пакет страховки и так далее. Все это было на PeoplePartner. Но это была роль PeoplePartner, которая подчиняется HR-директору. В Preply была другая ситуация, там у нас была роль совмещенная с офис-менеджером, то есть это был HappinessManager называлось, хотя лично я считаю, что должность HappinessManager в такой формулировке устаревшей, как и направление Happiness в работе компании, сейчас это больше называют опыт сотрудника. Вот, офис-менеджер, который, помимо офисных задач, еще решал задачи взаимодействия с людьми. Тоже часто это адаптация, рабочее место, какие-то моменты, констовары, какие-то проблемы, тимбилдинги, заказ фруктов для офиса, все вопросы связанные с бенефитами и так далее. Вот такая еще модель может быть. Ну и еще есть модель, когда, давайте еще две модели перечислим, есть модель, когда PeoplePartner это такой человек, который похож на HR-дженералиста, который выполняет разные HR-функции, но с большим фокусом именно на людей. Поэтому роль называют PeoplePartner, чтобы дать большой акцент, что это человек работает с людьми. Такая может быть модель. Вот. И какая еще может быть модель? Может быть модель, сейчас некоторые компании начинают делать, вместо названия должности HR-бизнес-партнер, называют должность PeoplePartner. Я даже видел вот сейчас PeopleBusinessPartner, иногда начинают писать. Это что-то смешанное между HR-бизнес-партнером и PeoplePartner, то есть человек, который работает с небольшим подразделением и работает и с топ-менеджментом, и с сотрудниками. Вот. Вот такие модели есть на сегодняшний день в компаниях. Мы будем рассматривать универсальный подход. Вот. Основная общая идея в том, что этот человек фокусируется на неком спектре задач. Сейчас я о нем расскажу. В итоге, какие названия наиболее близки? Это PeoplePartner, наиболее точное на сегодняшний день название этой роли. Это HappinessManager, то, что считается немножко устаревшим названием. Иногда эту роль называют HR-бизнес-партнер, но HR-бизнес-партнер немножко о другом. HR-бизнес-партнер больше о внутренних консалтинговых проектах, об управлении изменениями, о стратегии, о развитии руководителей, о работе с руководителями. Поэтому называть тех людей, кто работает тесно с сотрудниками, бизнес-партнерами некорректно. Некоторые, я знаю, что некоторые IT-аутсорс-компании, не буду называть имена, они называют людей, HR-бизнес-партнер, хотя эти люди реально PeoplePartner. Дальше, PeopleOperations, Specialist могут называть PeoplePartner, тоже не совсем точно, потому что PeopleOperations, он больше работает с системой, не столько с людьми, но он может оказывать услуги поддержки. HR-генералист могут называться люди, которые реальные PeoplePartner. Эту вот схему я видел в одной компании, где набрали много HR-генералистов для работы с разными подразделениями. В природе по определению не может быть в компании нескольких HR-генералистов. HR-генералист это роль, когда HR в компании один. Либо это HR-генералист, у которого есть в помощь рекрутер или кто-нибудь еще. Но когда в компании несколько HR-генералистов, это означает, что компания набрала PeoplePartner, просто дала неверное название должности. Ну и офис-менеджер, его могут так называть или ее. По сути, это когда офис-менеджер в ходе эволюционирования, развития становится PeoplePartner, но должность еще не переименовали. Вот такая ситуация была у меня в компании Ideals, когда я перешел в компанию, была офис-менеджер, которая по своей роли начинала уже выполнять роль PeoplePartner и хотела быть PeoplePartner и мы ее переименовали на PeoplePartner, взяли еще офис-менеджера, вот, начали развивать как PeoplePartner. Такие вот названия бывают у PeoplePartner. В чем же специфика работы PeoplePartner? Идеальное описание этой роли дает модель Дэйва Ульриха, называется «Четыре роли по Дэйву Ульриху». Дэйв Ульрих – это такой авторитетный автор книг на тему HR, на тему даже стратегического HR, бизнеса HR. Он в начале 2000-х писал много классных книг, и он фактически вывел HR на более стратегический уровень. Он сказал, что любой HR-компании, любая HR-команда, она фокусируется на четырех направлениях. Первая – это будущее или настоящее, первая ось. Вторая – это процессы или люди. И в ходе взаимодействия здесь рождаются разные роли. Роль «Сторонник сотрудника» – это как раз и есть та роль, которую выполняет PeoplePartner. Это та роль, которая связана с тесным взаимодействием с людьми, чтобы люди оказывали максимальный вклад в бизнес. Это выгорание, вовлеченность, развитие, удержание, обучение, правильный найм, правильное управление карьерой и другие вопросы на уровне сотрудников, то есть индивидуальная работа с сотрудниками. Вторая роль – административный эксперт – это управление структурой HR, это просто обслуживание HR-процессов. Это там отдел кадров, отдел операционного HR, там People Operations отдел или просто HR Operations – это вот эта вот часть, где там делают разные заявки, разные манипуляции в системе и так далее. Агент изменений – это роль, и как и стратегический партнер, это роль, которую выполняет HR-бизнес-партнер. То есть HR-бизнес-партнер находится на верхнем уровне. У него нет вообще операционки, чаще всего, если все правильно. У него нет индивидуальной работы с каждым сотрудником, но у него есть работа на уровне связи, цели подразделения с бизнесом и внедрения изменений. Также HR-директор находится у нас в роли стратегический партнер, а в роли агента изменений могут находиться эксперты, subject matter expert, эксперты по разным направлениям, представители центра экспертиз. Например, тот человек, который обладает глубокой экспертизой в направлении Total Rewards и выстраивает систему Total Rewards, он выполняет роль агента изменений. Вот, собственно говоря, как выглядит и как делится работа HR, ой, people-партнера. И мы эту роль детально будем изучать. Приступим к первому этапу этой роли, да, это рекрутинг. Ну, мы посмотрим чуть более широко, потому что у people-партнера есть еще часть обязанностей, которая связана с этим направлением, но не относится к рекрутингу. Значит, ресурсинг, как его называют, так, Алина, ресурсинг, как его называют, это такой вид деятельности, который связан не только с рекрутингом, но и с планированием численности персонала в компании. Что сюда входит? Сюда входит планирование того, сколько людей необходимо для того, чтобы компания выполняла свои цели. Есть разный способ, как компания может планировать численность персонала и разный подход, как HR, people-партнер участвует в этом планировании. Так, сейчас, секундочку. Есть подходы по планированию того, как компания определяет, сколько ей необходимо людей. Планирование необходимо для того, чтобы определить, сколько людей мы будем нанимать, сколько людей мы будем выращивать внутри компании, сколько людей мы будем переводить с должности на должность и так далее. Процесс планирования персонала исходит из бизнес-целей организации, бизнес-планов, то есть того, что будет делать компания. И потом уже изучаются, какие для этого нужны люди и как мы будем этих людей организовывать. Будем ли мы их нанимать, будем ли мы их развивать, удерживать, переводить и так далее. Бизнес-план является таким основным и вторым моментом без бизнес-плана невозможно планировать, сколько будет людей в компании. И здесь первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, есть ли в вашей организации планирование численности персонала на год? То есть знаете ли вы, сколько на конец года у вас должно быть сотрудников компании? Да. Нет. План есть, но меня не ставят в известность. Да, вот попробуйте. Как раз начали делать, я вижу. Пробуйте добиться, объясните, почему это важно. Сейчас мы до этого дойдем. Потому что на основании плана вы можете планировать рекрутинг, можете планировать развитие людей, можете планировать преемственность сотрудников и другие активности. Ну, приятно видеть, что многие написали, что да. Это здорово. В планировании численности персонала важно собирать данные PeoplePartner собирать. Здесь необходимо собирать и внутренние, и внешние данные, и эти данные могут быть как качественные, так и количественные. Например, PeoplePartner должен изучать, какие есть бизнес-цели у организации, какие продукты компания запускает, какие там новые навыки потребуются и так далее. Ну, и изучать, какие есть показатели текучести, какие есть виды сотрудников и прочую информацию. С точки зрения внешних данных для PeoplePartner полезно изучать, что происходит на рынке, на рынке труда прежде всего, ну, и в общем, на рынке, да, знать, что там есть сокращение или нет сокращения, есть повышение зарплат или нет повышения зарплат и так далее. Обладая этой информацией, HR PeoplePartner может помогать компании определить, сколько людей необходимо будет и как этих людей дальше находить, как ими закрывать вакансии. Вот. При этом есть разные подходы того, как компания определяет, сколько же ей нужно людей. Первый подход самый простой, самый распространенный на основании мнений менеджеров. Когда компания рассылает руководителям табличку, например, рассылает финансовый директор или HR директор или кто-либо другой, там, может быть, операционный директор, генеральный директор, и все вносят, кто им нужен, и иногда там могут описывать, зачем им эти люди нужны. Это не научный подход, не точный, да, потому что это только мнение руководителей. Вот. Но такой подход наиболее распространенный, потому что наиболее быстрый. Каждый руководитель исходит из здравого смысла и пишет, кто ему нужен. Более профессиональный подход, более правильный, это когда анализируются какие-то данные, например, анализируются тренды. Мы, например, можем посмотреть, сколько звонков принимал колл-центр в прошлом году, сколько звонков он принимает уже сейчас и будет принимать до конца года, на основании этого высчитать, сколько нужно операторов. Ну и так для каждой должности, для рекрутера, для бухгалтера, для другой должности, где есть какая-то работа, где можно померить количество, да, можно оценить. Вот там было 10 человек, они обрабатывали 100 счетов в день, сейчас у нас уже 120 счетов, до конца года будет 200 счетов в день. Нам нужно, ну, может быть, не 20 человек, может быть, будет рост продуктивности, но человек там, не знаю, 15, нам точно нужно. Это на основании тренда, более профессиональный подход. Третий подход на основании предстоящей работы. Там, где мы не можем понять, сколько, как изменятся тренды, а наоборот, какое-то у нас есть новое подразделение, новый отдел, или новый регион, или новый магазин, где нет, где не с чем сравнивать. Там количество персонала может основываться на основании анализа того, какая работа будет выполняться, и сколько эта работа требует времени. Такая информация о том, сколько требует времени, иногда требует детального изучения, то есть иногда эта информация в компании есть. То есть, например, компания знает, что открывая магазин на тысячу человек в каком-нибудь городе, нам нужно 10 кассиров, 15 охранников и так далее. Иногда этой информации внутри компании нет, и компания должна либо моделировать, либо брать какие-то данные с рынка. Это более сложно. Но этот подход опять же позволяет сделать прогноз более точным. И еще один прогноз, когда компании необходимо нанимать людей для того, чтобы приобрести какие-то новые компетенции, какие-то новые знания, потому что компания выходит на какую-то новую технологию или переходит на новую технологию, выходит на новый рынок и так далее. Тогда здесь тоже не очень точный подход. Больше анализируется, какие нужны компетенции, потом уже идет анализ, какая будет загрузка у этого человека, и более того, а какая будет загрузка у текущего сотрудника, который выполняет эту работу, но без должных компетенций, если речь идет о работе текущих сотрудников. Вот такие есть подходы к планированию численности. Дальше, иногда компания настолько крупная и большая, что необходимо проанализировать, а что у нас есть на рынке. Такой анализ может показать, что, например, на рынке таких специалистов мало. Здесь полезно изучить, что у нас происходит на рынке, сколько представителей профессии, сколько людей мы можем потерять, сколько может вырасти, где там, может быть, мы можем перейти на другой формат взаимодействия с сотрудниками, не знаю, брать не в штат, а брать как консультанты на какую-то временную работу. В общем, много данных может анализироваться, и проанализировав всю эту информацию, компания может свести все к цифрам, то есть компания просто дальше берет и просчитывает. Сейчас у нас, пусть там будет 700 сотрудников, текучесть персонала 10%, поэтому за год уволится 70 человек, на конец года будет 630, согласно планированию нам нужно, чтобы на конец года было 750, значит, эти вот 120 нам нужно где-то дополнительно нанять. Это только внешний найм, плюс тут еще могут быть планирование внутренних переводов. Идем дальше. Когда мы говорим о найме сотрудников, на самом деле не только найм сотрудников, но в найме это проявляется тщательнее всего. Компании необходимо создать профиль должности. Это такое описание того, кто работает, какой человек и чем должен заниматься на той или иной должности. У профиля должности есть свой стандарт, как он описывается. Профиль должности нужен для таких направлений, как рекрутинг, то есть с профилем должности мы можем качественно выходить на рынок и искать подходящего человека. Развитие. Имея профиль должности, можно сравнивать сотрудника с тем идеалом, который должен быть. Постановка целей и задачи, определение KPI. Тоже, зная профиль должности, можно определить, какие цели и задачи у этого человека, какие KPI помогают оценивать. Дальше организация работы человека, то есть уходит человек, нужно ему сообщить, что от него ожидается. И так далее. В общем, с профилем должности компания может делать много всяких полезных вещей. И профиль должности, составление профиля должности, это то, где PeoplePartner может активно принимать участие. Профиль должности, его еще называют профайл должности, это такой документ, где описывается название должности, главная цель для этой должности, ключевые зоны результатов, то есть какие основные результаты ожидаются, KPI, которые замеряют эти результаты, и цели, то есть то, какого уровня KPI сотрудник должен достичь. Также описываются требования к знаниям, исходя из этих данных, требования к навыкам и поведенческие компетенции. Это может также называться описание должности. Должностная инструкция примерно близко к этому. Не совсем это одно и то же. В должностной инструкции не всегда прописывается KPI. Что еще может быть? Job description на английском языке, это называется, job profile, так это тоже может называться. Поэтому давайте посмотрим, как у вас. Поставьте, пожалуйста, плюс у тех, у кого в компании есть такие документы для должностей, минус у кого таких документов нет. То есть вообще нет никакого описания должностей. в грейдинге это используется в определении заработных плат, сравнение с рынком заработных плат это полезно. Ну вот у многих вижу плюс. Да, потому что это такой очень важный системный документ и для people партнера он очень нужен. Потому что с этим документом people партнер может идти в рекрутинг и говорить нам нужен вот такой человек. Вот описание. С этим документом может идти в отдел обучения или самостоятельно искать обучение зная какие нужны знания, навыки. Может пойти к человеку и обсудить его результативность например какие-то проблемы результативности. То есть это такой рабочий документ people партнера который дает ему информацию о том чем человек занимается на должности очень конкретно. Без такой информации people партнеру работать сложно по многим направлениям. В идеале его составляет Инна спросила в идеале его составляет руководитель people партнер может дать шаблон подсказать как он составляет но полной информацией о работе на должности обладает руководитель как автор должности. Руководитель когда-то сказал что нам нужна такая должность. Ну либо прошлый руководитель тогда новый пришел и в идеале переоценил нужна ли эта должность или не нужна. Может задействован и сам сотрудник поучаствовать то есть руководитель может попросить сотрудника описать но это не совсем корректно потому что все-таки сотрудник от руководителя ждет что-то руководитель четко определит что ожидается. Окей это профайл должности бывает базовый профайл такой урезанный где нету нижней части но это не очень хорошо потому что people partner с таким документом сложно работать вот так выглядит базовый профайл я видел такое в компаниях но не очень это рекомендую как разрабатывается такой профиль должности или профайл здесь есть список вопросов на которые необходимо ответить здесь это может происходить в формате встречи people partner с руководителем где они заполняют по должности может ли его составлять team lead да Наташа я когда говорю руководитель я имею ввиду текущий можно назвать его менеджер руководитель начальник team lead супервайзер кто угодно кто руководит сотрудником да как раз это его обязанность список вопросов которые необходимо обсудить people partner с руководителем для того чтобы составить профиль должности какая общая цель этой роли каким образом эта роль способствует достижению стратегических целей организации какие ключевые области достижения результатов в роли определяющие что должно быть достигнуто что будет указывать на то насколько хорошо обладатель роли справился со своими обязанностями в каждой области ключевых результатов это есть KPI каким образом основные области достижения результатов согласованы с областями достижения ключевых результатов организации что должен знать обладатель роли какие навыки необходимы и какие поведенческие качества нужны для этой должности пример профиля администратор базы данных департамент общее назначение роли основные области результатов прописан то есть в этом документе в сегодняшней презентации у вас будет пример того как это может выглядеть что нужно знать что какими навыками должен обладать и поведенческие компетенции да вот тут тоже прописано вот вот так это может быть описано и это будет полезно в дальнейших всех направлениях которые мы сегодня и дальше будем обсуждать например для рекрутинга теперь переходим постепенно к рекрутингу значит с точки зрения взаимодействия с рекрутингом роль people partner заключается в следующем во-первых составляя план вакансий на год заранее информировать рекрутинг о том какие позиции нужно заполнить да я я наверное должен сказать что поиск кандидатов не является функцией people partner вот абсолютно задачи по рекрутингу размещение вакансий обработка резюме входящих поиск кандидатов на рынке не является функцией people partner people partner он больше фокусируется на взаимодействии с людьми если HR generalist в компании выполняет функцию people partner в том числе да у него может быть роль и рекрутера и people partner HR generalist это вообще у него там много разных ролей но в чистом виде people partner как и HR бизнес партнеров кстати которые в отличие от people partner работают с топ-менеджментом они не занимаются рекрутингом но people partner для рекрутинга выступает заказчиком от лица своего подразделения с которым он работает то есть он как бы тесно работает с рекрутером для того чтобы сформировать профайл для поиска для того чтобы собеседовать мы сейчас об этом поговорим ну и потом адаптировать вот это вот роль people partner соответственно people partner должен помочь составить список вакансий либо это делает HR бизнес партнер если есть эти две роли и дает people partner либо это делает HR директор и дает people partner дальше people partner взаимодействует с рекрутингом заранее информирует какие вакансии будут дальше на этапе открытия вакансии people partner следит за тем чтобы от нанимающего руководителя в рекрутинг попала качественная информация о должности чтобы не было ситуации мол нам нужен бухгалтер сами знаете кого искать найдите в интернете описание ищите вот эта ситуация где people partner должен сказать ай-яй-яй так нельзя тогда мы найдем непонятно кого давайте составим профайл должности и рекрутинг будет искать на основании профайла должности потому что внутри рекрутинга составление профайла именно для рекрутинга он сейчас отличается немножко мы сейчас его обсудим это один из отправных этапов старта поиска значит для рекрутинга необходимо передать миссию должности основные цели и ожидаемые результаты для должности по сути сейчас вот по сути вот эта миссия да это основные результаты извините это основные цели и вот здесь они тоже формируются это основные результаты также требования к знаниям навыкам и компетенциям это то что people partner передает в рекрутинг а рекрутинг рекрутинг из этого формирует текст вакансии текст вакансии он формируется на основании профайла текст вакансии это компетенция рекрутинга потому что это функция копирайтинга и продажи вакансии и это функция понимания как на рынке с которым работает рекрутер принято писать вакансии это не компетенция people partner но people partner может смотреть чтобы текст вакансии отображал миссию цели и ожидаемые результаты чтобы вакансии не было составлено из копипеста из интернета вот тут есть пример текста вакансии то как он должен быть составлен дальше people partner может работать с рекрутингом выступая небольшим посредником между руководителем и рекрутингом при разработке стратегии поиска и здесь people partner как человек тесно работающий с сотрудниками может давать подсказки рекрутеру о том какие могут быть альтернативные названия должностей какое образование нужно какие ключевые слова стоит искать из каких компаний стоит рассматривать людей и так далее вот здесь кстати эта стратегия поиска на примере конкретной вакансии в компании ideals тут я вижу есть участники компании из genesis у ideals с genesis вот эта вот договоренность о непереманивании и поэтому меня часто спрашивают почему здесь стоит genesis потому что это конкретная компания вот то есть вот тут people partner может быть таким носителем экспертизы того где лучше всего искать потому что рекрутер он может закрывать много разных вакансий people partner тесно работает с каким-то подразделением например с маркетингом он может знать что классные маркетологи работают вот в этих компаниях иногда он может обладать чуть больше экспертизой чем рекрутер в этом направлении потому что он давно работает с подразделением со своим идем дальше pitch pitch это такой текст который продает вакансию и компанию кандидату его составляет рекрутер но people partner может подсказывать рекрутеру что можно продать опять же people partner тесно работая с людьми проводя регулярные ван-он-ваны с сотрудниками может знать что мотивирует этих сотрудников почему эти сотрудники работают здесь и вот эту очень ценную информацию people partner может передать рекрутеру чтобы рекрутер составил классный pitch где будет супер классно все описано и кандидат заинтересуется дальше рекрутер когда он работает над вакансией ему важно понимать как будет оцениваться кандидат это называется scorecard вот всех рекрутеров мы этому обучаем какая здесь роль people partner опять же scorecard составляет рекрутер но people partner может подсказывать он может подсказать по этапам отбора может подсказать по профайлу какие компетенции нужны и опять же работая с сотрудниками своего подразделения очень тесно проводя ван-он-ваны занимаясь развитием сотрудников помогая в составлении профайла участвуя в постановке целей сотрудникам people partner может обладать глубокой экспертизой тем кто нужен на этой должности и people partner может участвовать в собеседовании кандидатов я бы даже рекомендовал вот какая функция HR people partner если есть head of recruiting не ну задача head of recruiting вообще другая задача head of recruiting распределяет ну давайте так сначала задача head of recruiting сформировать команду рекрутеров то есть нанять их обучить адаптировать описать все процессы в рекрутинге внедрить все инструменты это автоматизация это документы шаблоны заявки управлять загрузкой то есть понимать кто как загружен какие у кого есть там сложности и проблемы но head of recruiting он не прорабатывает тщательно каждую вакансию ну правильный head of recruiting он не занимается проработкой каждой вакансии да это должен делать рекрутер в тесной связке с нанимающим менеджером но нанимающий менеджер он больше занимаясь руководством бизнес-процессов там и людьми он может не до конца глубоко понимать человеческую часть и часть компетентностную и функциональную которую может понимать people partner да потому что мы вот по другим процессам вы будете видеть как у них делятся обязаны то есть people partner это такой давайте я скажу не знаю знаете ли вы такое слово как экзоскелет вот экзоскелет знаете этот экзоскелет это такое как бы одеваемое как же сказать не оборудование а как форма которая усиливает человека человек становится сильнее быстрее и так далее вот people partner он очень сильно усиливает руководителя он не забирает роль он не забирает задачи руководителя не снимает с него ответственности но очень сильно его дополняет за счет своих глубоких знаний именно в области people management и HR вот и он работает в отличие от HR бизнес партнера именно с сотрудниками то есть он не хочу говорить заменяет какие-то функции руководителя во взаимодействии с сотрудниками но очень сильно дополняет и усиливает то на что там у руководителя может не хватать времени на глубокую проработку с каждым сотрудником может делать people partner и фокусируясь только на похожих задачах например обучение сотрудника например выявление мотивации работы с выгоранием со стрессом people partner в себе вырабатывает очень глубокую экспертизу которая позволяет ему повышать эффективность сотрудников то есть вот если вернуться к модели Дэйва Ульриха что делает people partner он делает так чтобы вклад сотрудников в результат компании был максимальным максимизирует вклад сотрудника соответственно он работает над повышением эффективности работы сотрудника через лучший найм лучшее развитие более качественную постановку целей работу с вовлеченностью с выгоранием с удержанием и так далее должность people partner встречается чаще в IT я скажу да но не потому что IT вот тоже есть такая есть распространенный миф что IT компании чем-то отличаются от других компаний поэтому там другая структура HR или другие функции нет IT компании не отличаются по характеристике слишком серьезно от других компаний более того IT компании часто ходят в другие компании копировать процессы например у IT компании много чего есть от производственных компаний они даже у себя внедряют линн технологии которые родились на производстве в Тойоте в той же вот но что есть в IT компании это правда у них есть много денег потому что индустрия более богата и больше ресурсов и у них больше экспертизы больше автоматизации вот поэтому по факту да в IT больше people партнеров но это не означает что их не должно быть я рекомендую и там где я работал очень часто это происходило вот в Wargaming у нас все HR у нас они назывались HR менеджеры ну это просто была специфика названия там они по сути были people партнеры они участвовали в собеседованиях они смотрели на мотивацию сотрудников и на soft skills вот они участвовали в проведении структурированных интервью вот проводили интервью по компетенциям да и соответственно для people партнеров важно было понимать что такое интервью по компетенциям и что такое структурированное интервью поэтому вкратце расскажу значит структурированное интервью это когда кандидатам задаются похожие вопросы которые составлены заранее для того чтобы слыша ответы кандидата иметь хорошую возможность для сравнения ответов эти вопросы прописываются в scorecard такой документ тут еще есть вторая вкладка и потом на основании ответа выставляются оценки кандидата интервью по компетенциям это такой вид структурированного интервью где вопросы строятся вокруг определенных компетенций которые заранее были прописаны идем дальше компетенции вот для people partner тоже это полезно разбираться не только для рекрутинга потом для обучения развития сотрудников для планирования преемственности и так далее значит разделяют hard skills и soft skills hard skills называют компетентностью или профессионализмом а soft skills называют компетенциями это умение управлять людьми задачами и собой вот то что касается корпоративной культуры это тоже soft skills и считается что идеальные кандидаты идеально профессиональны тогда когда у них есть и hard skills и soft skills hard skills people partner вряд ли сможет проверить и вообще это задача руководителя оценивать профессиональные знания либо руководитель выбирает кого-то из экспертов внутри своей команды и просит оценивать а вот soft skills оценивает рекрутер и здесь может оценивать people partner который идеально знает своих сотрудников и может сравнивать кандидатов по уровню развития их soft skills с теми успешными сотрудниками которые есть в команде пример компетенции у компетенции есть название описание и индикаторы они могут быть только позитивные или могут быть и позитивные и негативные people partner соответственно должен уметь проводить интервью по компетенциям для этого есть несколько таких ключевых навыков которые требуются people partner это умение следить за невербальным поведением обладать вниманием и уметь формулировать вопросы невербальное поведение это умение следить за языком тела если вы смотрели фильм теория лжи или менталист там главные герои это делали идеально из какой должности чаще всего вырастают people partner по моему опыту рекрутинг офис менеджмент или просто HR менеджеры HR администраторы то есть люди выполняющие там какую-то начальную HR работу в компаниях приходят на эту должность кстати менеджеры по обучению тоже могут туда вырастать но менеджеров по обучению изначально меньше вот многие многие рекрутеры очень любят и очень интересуются этой позицией для них это интересно для них это развитие они к рекрутингу начинают изучать много новых функций вот это интересно то есть они начинают видеть что происходит с человеком дальше у меня было много рекрутеров всегда вот следующая следующая роль HRBP после people partner идеально это HRBP если есть компании если нету это может быть роль либо руководителя какой-то функции ну вряд ли он пойдет в рекрутинг то есть дальше хороший people partner становится HR generalist или HR директором ну либо в своей компании вырастает либо в другой вот зависит от структуры ну я бы сказал так вот HR директор HR generalist HR business partner три наиболее частых ректора потому что people partner накапливает экспертизу во всех функциях ему потом не интересно идти только в обучение или только в рекрутинг или куда-то еще только ему интересно потом продолжать эту вот такую свою широкую функцию развивать в чем-то идем дальше внимание вторая второй навык необходимый для собеседования то есть внимательно следить за кандидатами здесь очень важно умение слушать кандидатов умение то что называется активно слушать то есть показывать собеседнику что его слышат реагировать на сказанное вот тут есть прямо такие тактики которые помогают показать что собеседник слышит и дальше проводить интервью по компетенциям people partner это необходимо здесь есть три этапа проведения интервью по компетенциям это в частности подготовка то есть изучение резюме изучение профиля должности это проведение самого интервью и подведение итогов на самом интервью есть структура которая должна проводить но я скажу что хороший рекрутер должен сам вести интервью people partner он является дополнением то есть его рекрутер представляет говорит кандидату, что это твой будущий потенциальный people-partner, который будет с тобой работать, тебя развивать, адаптировать и так далее, он будет сегодня в нашем интервью, будет тоже задавать вопросы. Но дальше структуру интервью должен формировать рекрутер. People-partner здесь может знать и может подсказывать рекрутеру, как нужно. Вопросы, которые может задавать people-partner на собеседовании, это вопросы для оценки компетенции, либо дополнительные вопросы для оценки компетенции, если рекрутер сам по себе обладает глубоко пониманием, что такое интервью по компетенциям. Поэтому следующий вопрос к вам. Как бы вы оценили по 10-бальной шкале, насколько ваши рекрутеры в компании обладают интервью по компетенциям? 10 баллов это они гуру, они пишут там тестовые вопросы, разрабатывают сложные модели компетенций, глубокие. 0 баллов, они вообще не знают, что такое компетенции. Спрашивают, расскажите немножко о себе и задают уточняющие вопросы и все. Так, вижу 2. Виталий, ваших рекрутеров нужно обучать. 0, вижу, Марина. Да, вот Марина. Но без интервью по компетенциям, без хотя бы базового понимания, рекрутер не может полноценно оценивать кандидата. То есть тогда должен, если рекрутер не обладает интервью по компетенциям, он может кандидатов искать, но должен кто-то быть, кто проводит интервью по компетенциям. То есть тогда должна быть эта роль каким-то образом по-другому реализована. Тогда, может быть, people-partner на себя берет эту ношу, рекрутер ему находит кандидатов, и people-partner выступает в роли рекрутера в плане оценки кандидатов. Вот. Хотя бы так. То есть я бы на месте people-partner очень бы серьезно подходил к тому, каких мне кандидатов нанимают в ту команду, с которой я буду работать. А если у кандидатов не оцениваются компетенции, то потом это может быть большая проблема для меня, для моей роли. Да, в общем, интервью по компетенциям – это несложно. Отправляйте рекрутерам на тренинги, ну и внедряйте у себя в компанию, чтобы это было. Значит, для исследования компетенции, вот это то, что может делать people. Да, как интервью по компетенциям. Значит, суть интервью по компетенциям в том, что для вакансии формируется список компетенций в профайле должности. И на собеседовании задается вопрос о прошлом кандидата, где поставляется компетенция. Например, приходилось ли вам и поставляется компетенция. Или приведите пример из прошлого, когда и поставляется компетенция. Когда вам нужно было работать в команде, когда нужно было завершить крупный проект и так далее. Дальше технология Care – это технология задавания дополнительных вопросов для оценки компетенции. И вот уже PeoplePartner на собеседовании может задавать уточняющие вопросы для того, чтобы лучше изучить кандидата. В чем идея Care? Care – это четыре блока вопросов. Content, Action, Role, Effect. Здесь PeoplePartner задает вопросы, которые позволяют разобраться, в какой ситуации человек компетенцию демонстрировал. На втором этапе задаются вопросы, позволяющие оценить, какие действия демонстрировал кандидат. На третьем этапе задаются вопросы для оценки роли человека и его вклада в результат. И на четвертом этапе оценивается, какой был получен эффект. Можно прямо эти вопросы себе выписать и на собеседовании к кандидатам задавать, когда есть вопрос о компетенции. Также может проводиться панельное интервью, когда есть несколько кандидатов или несколько сразу интервьюеров. Например, есть рекрутер, PeoplePartner, нанимающий менеджер, может быть, даже технический эксперт. Тогда вопросы делятся между ними, и они по очереди их задают. Стресс-интервью. Тоже хочу сказать, что стресс-интервью в современном мире не проводится, потому что формирует негативный опыт кандидата и негативные отклики кандидатов по компании. В конце интервью важно выставлять оценки по каждой компетенции. Тут PeoplePartner тоже может поучаствовать и высказать свое мнение. То есть рекрутер может поставить свои оценки по всем компетенциям, и PeoplePartner свои оценки. Тогда оценка будет более объективная. Также PeoplePartner может обсудить с рекрутером, если оценки расходятся, может быть, рекрутер не до конца понял роль. PeoplePartner на основании своего опыта взаимодействия с людьми на этой роли может рекрутеру лучше объяснить, почему рекрутер завысил оценку на кандидату. Также PeoplePartner, и это очень важно, может оценивать мотивацию кандидата, либо слушать, что задает вопросы, какие вопросы задает интервью на интервью рекрутер, либо задавать свои вопросы. Почему? Потому что вот дальше ему с мотивацией придется очень плотно работать. Потому что, еще раз, это его роль повышать вклад сотрудника в бизнес-результат, а вклад будет зависеть от мотивации. Поэтому здесь на входе важно понимать PeoplePartner, с какой мотивацией приходит человек и как он дальше будет работать. Вот. Комитет. В современных системах рекрутинга финальное решение принимается не только нанимающим менеджером, а может быть комитет. Это может быть комитет, нанимающий менеджер-PeoplePartner-Recruiter. Это может быть комитет, нанимающий менеджер, его руководитель-PeoplePartner. Может быть комитет в формате нанимающий менеджер, его руководитель, HR-бизнес-партнер-PeoplePartner. То есть такой коллектив, который совместно оценивает кандидатов, изучает все документы, вот список документов, которые должны быть готовы, и принимает совместные решения. Очень здорово, и я всячески это поощряю, когда PeoplePartner принимает активное участие в принятии решений. В Wargaming эта роль была обязательно. То есть было много ситуаций, когда PeoplePartner, я скажу, что в целом роль строилась на взаимном доверии и уважении, к PeoplePartner очень прислушивались. Но PeoplePartner часто не рекомендовал нанимать кандидатов, и руководители это слышали, и не нанимали. Это было правильно. Потому что они потом работали и видели. И была наоборот ситуация, когда нанимали руководителей против воли PeoplePartner, но потом все равно всплывали проблемы. PeoplePartner говорил, ну, я же предупреждала. И в общем, в итоге, потом все-таки прислушивались к PeoplePartner. Окей. На этом сегодняшнее занятие подходит к концу. Я надеюсь, смог сформировать у вас представление, чем занимается PeoplePartner на этапе рекрутинга. Дальше у нас идет изучение адаптации. Это вот с точки зрения роли PeoplePartner, PeoplePartner — это целиком и полностью вообще его роль или ее. То есть это прям единолично. Дальше. Регулярные встречи с сотрудниками one-on-one, для выявления мотивации, развития сотрудников, проблем в удержании и так далее. Работа с вовлеченностью — тоже важная тема. Работа с выгоранием — тоже. Коучинг потом связан с развитием. Составление плана развития — отдельное занятие. Экзит-интервью, если увольняется. Performance Review — это здесь мы разберем весь цикл от постановки целей до оценки результатов сотрудников. И работа со сложными сотрудниками на десятом занятии тоже мы разберем, потому что в компании случаются сложные сотрудники, и PeoplePartner нужно находить к ним подход. Вот такие дальнейшие планы на этот курс. Домашнее задание для тех, кто уже на курсе, по одной должности — составить профайл должности совместно с руководителем. Ну, можете самостоятельно потренироваться, можете с руководителем. Тут уже какие у вас обстоятельства. На выходе у вас должен быть полноценный профайл вот такой заполненный. Книги, которые можно порекомендовать. Дэйв Ульрих, о котором я сегодня рассказывал, который сказал про модель четырех ролей HR. Вот эта книга рекомендую. Лас Лобок, работа Рулит, тоже легендарная книга. И ссылка на ту HR-карту, о которой я сегодня говорил. Там список компетенций PeoplePartner есть, и есть инструмент для самооценки на второй вкладке. По ссылке и большая статья о том, как работать с самой картой. В общем, думаю, что вы не потеряетесь. На этом сегодняшнее занятие подходит к концу. Буду благодарен, если вы напишете, что наиболее ценного для вас было сегодня. Спасибо, интересная информация. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Что ценного было? Может быть, какие-то у вас родились инсайты, какие-то мысли. Пожалуйста, поделитесь. Теперь хочется принимать участие в процессе рекрутинга. Угу. Это хорошее. Спасибо. Пожалуйста. Открыли, чем все-таки занимается PeoplePartner. Здорово, да. Я хотел это донести. Профиль должен... Да, я думаю, я уже сейчас начинаю видеть, сегодня видел вакансию PeoplePartner в Краморле. Начинают публиковать вакансии даже вот уже в наших странах. И это радует. Я, как и человек-женералист, поняла, что мне нужен рекрутер, иначе времени вообще ничего не хватит. Да, это правда. Профиль должности интересен. Спасибо. Интересно было бы попробовать провести интервью по компетенциям. Круто. Спасибо про разграничение ролей и зону ответственности. Было интересно узнать. Спасибо большое. Пришла идея, как организовать работу в большой сети. Круто. Поняла отличие PeoplePartner от бизнес-партнер. Спасибо за описание различий ролей PeoplePartner в разных компаниях. Пожалуйста. Спасибо за структурированную подачу. Пожалуйста. Спасибо. Это очень щедрая информация. Профайл – это не описание вакансии. Описание вакансии строится на профайле. То есть практически они похожи. К курсу можно присоединиться. Сейчас я скину ссылку. Курс у нас стартует. Сегодня было первое занятие. Следующее занятие ровно через неделю. Поэтому у вас есть неделя для того, чтобы к нему подключиться. Так, я вот ссылку бросил. А, нет, сейчас не бросил. Everyone. Вот ссылку бросил в чат. PeoplePartner. Либо зайдите на сайт Академии и там расписание. В понедельник же можно оплатить? Да, в понедельник можно. А в чем отличие от описания вакансии? Не знаю, Кристина, видели ли вы, я показывал описание вакансии. В описании вакансии немножко другая формулировка. В профайле есть ключевые зоны результатов, KPI и цели. А в описании вакансии мы пишем просто ожидаемые результаты и в какой-то степени просто собираем и ключевые зоны результатов, и KPI, и цели описываем более понятным для человека языком. И в описании вакансии мы тоже не пишем отдельно навыки, знания и компетенции. Обычно пишется мы ожидаем и делятся там желательные и те, которые... То есть минимальные и желательные. Плюс в описании вакансии есть информация о вакансии. Плюс есть, что мы предлагаем в описании вакансии. Спасибо за интересный материал, пожалуйста. При каких условиях выдается сертификат? При всех выполненных домашних заданиях мы выдаем диплом даже. Цифровой диплом на специальной онлайн-платформе, уникальный, защищенный QR-кодом. Все как полагается. Который встраивается в LinkedIn. Специальный раздел в LinkedIn встраивается там с ссылочкой. В общем, очень круто. Так, хорошо. Есть ли, может быть, еще какие-то вопросы? Буду рад на них ответить. Если есть, пишите, пожалуйста. Если вопросов нет, тогда большое всем спасибо за ваше участие сегодня. Да, домашнее задание в личном кабинете. У вас все, кто на курсе будет или уже есть ссылка, там же отправляете, там же получаете обратную связь, дорабатываете. Вот. Все общение там происходит относительно домашнего задания. Рад всех был видеть. Всех поздравляю с наступающим праздником. Хороших всем выходных. Отдохнуть. И до встречи на следующей неделе. Рад буду видеть вас всех на курсе. Ну и рад тем, кто уже на курсе. Вот с вами тоже встретимся через неделю. На этом все. Всем хорошего вечера. Пока-пока. До новых встреч. Да, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова